Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля! Сегодня поговорим об очень редком природном волокне о паутине из паучьего шёлка. О том, что это за волокно, что за материалы можно из него сделать и почему оно обладает такими уникальными свойствами. Вообще, паутинный шёлк овеян большим количеством мифов, о которых тоже мы поговорим сегодня. Вообще, что такое и кто такие пауки, кто такая арахна, нам известна ещё из школьных учебников про арахну и греческий миф об арахне. Это лидийская девушка-ткачиха, дочь Идмона, красеющика тканей из колофона. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что современным школьникам известна эта знаменитая легенда. На всю Лидию славилась арахна своим искусством ткачества и решила вызвать на поединок она саму Афину, дочь Зевса. Соткали полотна, обе девушки просто замечательны. Но на своём полотне арахна выставила богов недостаточно почтительно. После чего Афина, конечно, очень сильно осерчала. Сначала она ударила её по голове челноком, а потом заколдовала её, превратив в паука. Почему пауки до сих пор переводятся с греческого, как арахна, а наука о пауках – арахнологии. Так вот, сказала ей Афина напоследок, «Живи, непокорная, но будешь ты вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоём потомстве». С тех пор висит паука арахна в своей паутине и вечно ткёт её, как ткала при жизни. Такая вот грустная история. Ну, с древних лет люди пытались, они понимали, что что-то можно такое придумать из паутинного шёлка, и первыми, конечно, в этом деле преуспели китайцы. Они ещё тысячи лет назад научились делать ткани из паутины. Свою исключительно прочную носку и ткань из паутины они назвали «Тонг Хайт Ван Цэ», что означало «Сатин Восточного моря». Затем в Германии около немецкого города Мерзебурга в 1661 году в результате какого-то природного явления все луга и заборы покрылись великим множеством паутины, каких-то неизвестных пауков. Женщины с окрестных деревень собрали эту паутину и понаделали себе различных элементов одежды, лент, украшений, платков и так далее. История говорит нам о том, что в 1709 году во Франции в Монпелье учёный-энтомолог Бонн представил научному королевскому сообществу доклад о возможности замены шёлкового на паутинный шёлк. К тексту были приложены и изготовлены из паутины перчатки и серебристые чулки. Необычность представленных материалов не позволила профинциальному научному обществу оценить их по достоинству и материалы были направлены в Париж, в Королевскую академию наук, а чулки и перчатки попали сразу к королю солнца, к Людовику XIV, который остался очень ими доволен. Бонн сразу же написал диссертацию о пользе паучьего шёлка, которая попала на экспертизу знаменитому физику Риамюру. Риамюр нашёл паутину вполне пригодным сырьём, но решил, что французские пауки плетут недостаточно длинную паутину и посчитал, что нужно 600 пауков, чтобы получить 1 фунт шёлка. А для промышленного производства понадобится полчища пауков и огромные полчища мух, для того, чтобы их кормить больше, чем их летает над всей Францией. Однако, писал Риамюр, может быть, со временем удастся найти пауков, которые дали бы больше шёлка. Ну, а Бонн де Сен-Лер затем пытался построить ферму, разводить пауков, но выяснилось, что пауки ещё и каннибалы, к тому же, поедают друг друга, и разводить их в промышленных масштабах достаточно сложно. История говорит нам о том, что великолепные перчатки из паутины присылали жене Наполеона Жозефине к Риолке с острова Святого Маврикия. Как знать, может быть, как раз на этой картине перчатки из паутинного шёлка. В начале 19 века в панталонах из паутины бразильских пауков щеголял знаменитый французский натуралист Арбеньи. Он носил их очень долго, они не снашивались. И в них он пришёл на заседание Французской академии наук, но они уже были знакомы с работами Бонна, никакого шока не испытали. Такие диковинки они уже повидали. Кстати, Джонатан Свифт в путешествиях Гулливера, путешествия Лапуту в 1725 году описывал учёного, который разводил тысячи пауков, кормил их разноцветными мухами, чтобы получать разноцветный шёлк. А в 1803 году англичанин Даниэль Рольт разработал машину для извлечения шёлка пауков, которая была похожа на катушку ниток с двигателем. Он присоединял шёлковую нить к катушке, двигатель включался, и шёлк вытягивался прямо из паука. Но не всегда истории были такими гладкими и интересными. Иногда всё было достаточно печально. На суде Святой Инквизиции в Толедо ранним утром 17 августа 1796 года пристал Хлаким Рикардо. Ему сказали, что он обвиняется в чёрной магии. Семь свидетелей под присягой и пятеро под пытками показали, что видели в его доме друзей сатаны, имена которых и назвать мерзко. Хлаким сказал в своё оправдание, что мерзкие твари, которые живут в его доме, безобидные создания, паучки. Он наловил их в лесу, держит и кормит в своём доме, чтобы узнать, хорошая ли пряжа получится из их паутины. Сеньоры-инквизиторы не поверили ему, сказали, что он говорит неправду, усугубляет обвинение, вследствие чего они пришли к убеждению, что необходимо пытать его. Мы вынуждены присудить Хлакима Рикардо к пытанию водой и верёвками по установленному образцу, чтобы подвергался пытке он, пока будет на то воля наша. И утверждаем, что в случае, если он умрёт во время пытки, это случится по его вине, а не по нашей. Записано в присутствии меня Хуана Вергара, секретаря, приговор свертового трибунала, протокол номер 119-110. Вот такая печальная история, ещё одна про пауков. На Мадагаскаре живут знаменитые пауки-нефилы. Жители Мадагаскара издревле используют их паутину для изготовления платков и накидок. Они собирают паутину от этих пауков на кустах или разматывают их яйцевые коконы. Паутина настолько прочная, что может задержать и поймать даже небольшую птицу. А местные жители получают нити и тянут эти нити прямо из пауков. Для этого они сажают паука в коробочку, из неё торчит лишь кончик брюшка с паутинными бородавками, и из бородавок они вытягивают нити для паутины. Вот такая технология древняя. Как гласит история, аббат Камбуэ, насаждавший на Мадагаскаре христианство, исследовал шелкопрядные возможности мадагаскарского паука Галеба Пунката и так усовершенствовал своё дело, что живых пауков в маленьких выдвижных ящичках подключал прямо к ткацкому станку особого образца, станок тянул из пауков нити и тут же ткал из них тонкую ткань. Правда это или нет, сейчас узнать достаточно сложно. Знаменитый русский путешественник Миклуха Маклай, тоже, надеюсь, вы знаете о нём, первым из европейцев увидел и описал в лесах Новой Гвинеи, где он провёл очень много времени. В лесу множество паутины огромных пауков, в диаметре она футов шесть, сплетена крупными ячеями около дюйма у края паутины и в одну восьмую его в центре. Паутина очень прочная и, конечно, туземцы придумали, что с ней делать. Они сгибали бамбуковый пруд в виде кольца, пауки заплетали его паутиной и вот у вас в руках прекрасный сачок, с которым вы шли ловить рыбу на водоём и ни вода, ни рыба не могла порвать сачок из такой паутины. Ну, кстати, туземцы из Новой Гвинеи считали Миклуха-Маклаха богом и до сих пор ждут его возвращения. Паук-золотопряд нефило плетёт вот такую прекрасную паутину, которая отливает золотом, поэтому их и назвали золотопрядом. Природа не поскупилась ни на таланты, ни на краски для этого паука. Паучиха мадагаскарской паутины длиной с ножками до 12 сантиметров, а самец всего 2,5. У паучихи золотая грудь, огнедокрасные ноги в таких чёрных носках, и она придёт, отливающая золотом паутины. Огромная самка весит до 5 грамм, а её супруг, посмотрите, какой малыш, всего лишь 4-7 миллиграммов, тысячу раз меньше. Диаметр их паутины достигает полтора метра, а золотой отблеск ещё придаёт большую ценность этой паутины. Хотя такая паутина вряд ли поступит когда-то в продажу, слишком сложно её разводить, слишком дорогое это удовольствие, непонятно, чем кормить этих пауков, но кроме того, как я вам сказал, они всё время стараются друг друга съесть. Ну а почему же паутина такая прочная? Правда ли то, что она прочнее стали? Вы узнаете ровно через неделю в следующей передаче про паусью паутину. Всем привет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!